57 стран и 200 атлетов остались довольны организацией и проведением второго этапа Кубка Мира по гребле на байдарках и каное. Почти каждый иностранный спортсмен отметил работу волонтеров. По словам гостей, они были с ними как с нянечкой. Многие теперь хотят приехать на Алтай в качестве туристов. Сегодня говорили, что все удалось и этап Кубка Мира проведен без нареканий. В принципе негатива не было нигде ни на каком уровне. То есть с логистикой, то что касается атлетов условно, от логистика, проживания, питания, организация самих соревнований, предоставление инвентаря, то есть нареканий не было. Но без шероховатости все же не обошлось. Если атлеты остались довольны буквально всем, то зрители, скажем так, дальних трибун негодовали. Развлекательная программа проходила на противоположной от гостей трибуне, то есть видеть ее могли исключительно вип-персоны, а зрители наблюдали парад открытия лишь на большом экране. Но и этому, по словам организаторов, есть логическое объяснение. И Международная федерация настаивала, что надо развести на два берега. Ну и вообще, если бы это не сделали, потому что там же тоже очень много придержек от органов разных, которые за порядком следят, за тем, за всем и так далее, которые с терроризмом борются. Там же тоже прилично требование. Что дальше будет с трибунами, пока неизвестно. Возможно, изменит проект и что-то поменяется. А вот Гребной канал будет жить. Сейчас здесь тренируется сборная Чили, а в июле на сбор приедут спортсмены с Кубы и Германии. Также у организаторов есть мысли подать заявку на проведение чемпионата мира. Это значит, что на Алтайскую землю вновь придет международный турнир. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.